всем привет и добро пожаловать на мой канал с вами татьяна ребят сегодня приготовила душа щипательную тему для многих мастеров и так анатомия физиология ногтя и комби маникюр но тут мы остановимся совсем чуть-чуть и с чего мы начнем биологическая функция ногтей для чего же она нужна это самое первое что нужно для защиты ногтей а только потом уже кстати для нас мастеров эта красота и для вас девочки ногти нам на пальцах рук и ног нужны для защиты механического кстати воздействия а вот тут больше наверное для наших клиентов как и стержень волосы ногтевая пластина это не живая ткань и подышать она не может и отдохнуть от гейлак она тоже не может поэтому в ногтевой пластине нет нервных окончаний кровеносных сосудов и она не имеет своей структуре средств доставки питательных веществ клеткам уже сформированного ногтя сейчас немного поясню то есть уже отросший и сформированную ноготь наш организм изменить не в состоянии а наш организм может повлиять на но образующие клетки для формирования ногтевой пластины и отрастающий ноготь ноготь состоит частично из видимой ногтевой пластины и корни ногтя а вот тут я предлагаю разобраться как раз поподробнее поэтому оставайся со мной до конца будет много интересной информации для удобства я начала уже рисовать для вас именно пальчик сверху и вид сбоку таким образом мне проще будет вам показать определенные моменты когда мы будем разбирать ту или иную часть наши на нашего ноготка мы начинаем 1 это боковые валики что же это такое это кожная складка которая окружает ногтевую пластин сзади с боков и спереди следующий это номер два и это у нас передний валик называется он дистальный и сейчас вам покажу на первом рисунке а на втором вам больше будет понятен потому что вот для чего я кстати сделала два рисунка для того чтобы вы как раз понимали о чем идет речь давайте обозначим рисунка 1 рисунок 2 вот на первом рисунке я вам показала где находится дистальный валик и нам тяжело понять а рисунок который у нас номер два и он вид сбоку досконально показывает и вы уже понимаете где находится дистальный наш валик ну ладно мы заболтались как всегда и давайте приступим далее следующий это у нас задний валик и по-другому его кстати называют проксимальной валик либо проксимальная складка по-другому я сейчас вам покажу на первом рисунке где но это образно как понятно что я сейчас буду показывать где он находится вот смотрите на втором рисунке мне удобнее показать нас идет где кутикула и по них и и чуть выше и по них и у нас как раз располагается проксимальный валик на первом рисунке намного тяжелее вам будет показать но хотя бы обозначу и обозначу фломастером другого цвета где это находится но мы идем дальше и по них и кстати не путайте и по них и и гиппанихи это разные значит что такое по них это кожа которая находится сверху вокруг ногтя это живая ткань которая по ошибке кстати очень часто называют кутикулой а далее мы как раз разберем уже что такое кутикул и на рисунке номер два я как раз вот только недавно сейчас вам говорила где находится и по них и сверху находится у нас проксимальный валик тут все рядом и взаимосвязано и не подготовленный мастер если он не прошел он не будет знать все тонкости следующее у нас идет кутикула а вот как раз кутикула это ороговевшая часть клеток расположенная рядом с и по них им живыми тканями по-другому например я я называю что это бортик до или кантик мы его говорим срезаем 1 колбаской посмотрите я обозначила 42 так как и по них и и кутикула они практически один в один все рядом идут только и по них это живая кутикула это не живая ороговевшая часть клеток здесь пожалуйста старайтесь не путать далее у нас те риги но я думаю здесь все мастера улыбнулись все сразу все понимает пти риги это ненавистная такая наша часть когда если вы не подготовите ногтевую пластину не зачистите пти риги то носка вашего маникюра сведется к нулю вас появятся отслойки возле кутикулы и кстати виновата будем мы потому что мы плохо зачистили мы плохо подготовили и так что же такое пти риги это видимая ороговевшая часть ногтевой структуры в зоне кутикулы и я вам сейчас фломастером видимо покажу хотя бы где она образуется да выглядит как часть шелушащего ногтя он плотно прилегает к ногтю и при маникюре мы зачищаем и убираем фрезами очень многие могут задать вопрос а зачем мне это вот смотрите здесь все взаимосвязано точки в роста следующее то что мы будем смотреть это место где ногтевая пластина перестает прирастать к ногтевому ложу и уходит свободный край дело в том что очень часто возможно вы слышите что перепили на боковые параллели перепилены точки в роста как это исправить что нужно сделать хотя бы немножко для начала надо знать анатомию строения ногтя и далее у нас линия улыбки кстати вот сразу почему-то определение не то навевает сразу французский маникюр это так красиво я кстати терпеть не люблю вообще делать французский маникюр но не знаю почему ненавижу не люблю не не хочу хотя сама всегда с ним хожу это граница между ногтевым ложи и свободным краем условно разделяющая ноготь на две части на видимую а отросшую часть и ногтевое ложь я думаю каждый из вас слушая меня сейчас или смотря меня начинает говорить ой я вроде помню ох я это знаю так лучше давайте лишний раз повторим закрепим и в будущем это нам всегда пригодится следующее это свободный край свободный край это выступающая часть ногтевой пластины не связаны с ногтевым ложи но я немножко забегу вперед и потом поясню при длинных ногтях часто прирастает к ногтю и тянется за ним если что прошу остановите это видео и напишите в комментариях что прирастает и что образуется под ногтем итак давайте теперь поговорим про зону стресса как ее найти и что с ней делать чтобы узнать где находится зона стресса слегка надавите на свободный край ноготка при эти кстати действие ноготок у нас побелеет и соответственно в этом месте и будет ломаться спросите почему так я вам отвечу так как зона стресс это то место куда приходится максимальная нагрузка в случае с длинными кстати ногтями увеличивается давление на свободный край и получается зона стресса перенагружается поэтому когда вы ходите с покрытием с длинными ногтями мы уменьшаем срок носки далее ногтевое ложе это соединительные ткани между эпидермисом гипонихи и роговым слоем ногтевой пластины на рисунке самом первом рисунке я вам обозначу поверх это основная площадь именно десяточку прям на нем нарисуем я надеюсь что все уже кстати ответили в комментариях что это такое я отвечаю это гипонихий что такое гипонихий это продолжение ногтевого ложа той кожной ткани на которой прочно лежит и растет ногтевая пластина именно если мы переворачиваем ноготочек да очень многие говорят что мне такое прям только какой-то кожица или еще что-то это и есть гипонихий когда мы кстати очень долго носим длинные ногти тогда есть такое что наш организм думает ой наверное тяжело будет такая да наращу да я увеличу зону как раз стресса чтобы не ломался ноготок на мы идем дальше пазухи или боковые валики давайте разберемся что же это такое это углубление между ногтевым ложе и валиком видимой зоне я вам сейчас прям по мастером возьму и обозначу на первом рисунке что это и где ну в принципе я думаю все мастера и даже начинающие мастера понимает когда мы прочищаем боковые валики и всегда говорим мы стараемся идти по коже мы никогда не ходим по ногтю еще по-другому можно кстати сказать что это латеральные пазухи но мы подходим к самому интересному из-за чего вообще появилось это видео потому что в час ночи мы спорили с одним человеком на ютубе кстати вы можете посмотреть на моем канале в комментариях есть это видео которое было про поврежденные ногти она только недавно вышла и мы как раз ним спорили что же такое корень что такое матрикс так давайте разберемся корень это задняя часть ногтевой пластинки который уходит под кожный покров помните мы с вами разбирали проксимальный валик корень ногтя лежит на задней части ногтевого ложа я вам немножко тут обозначу покажу как это выглядит и вот тут я еще раз повторюсь корень ногтя лежит на задней части ногтевого ложа которая называется матрикс а что такое матрикс мы разбираем далее помните я начинал свое видео сравнение с волосом так вот матрикс это по аналогии строение волоса своеобразная своя такая луковица из матрикса начинается формироваться и растет видимая часть ногтевой пластин матриксе происходит формирование клеток будущего ногтя и разновидность белка а именно это кератин и здесь от матрикса и зависит какая будет толщина ногтевой пластины толстая тонкая хрупкая ломка и так далее идем дальше точки синуса редко конечно кто разбирает я сейчас покажу вам отдельно фломастером на рисунке номер один что это такое это углубление в местах перехода от ногтевого валика к ногтевой пластине кстати ногтевые пазухи прикрыто от проникновения бактерий и грязь это как бы защитная функция идет хотя кстати этой защиты не всегда хватает и больше всего когда мы делаем маникюр ну обрабатываем синусы и боковые валики фрезой то большая степень и мара не всегда синусах поэтому я всегда говорю натягивайте кожу проходитесь именно только кончиком фрезы чтобы не ранить наши синусы ну а мы подходим к завершению и последнее сейчас желтым на рисунке номер один я обозначу участок это луна что же такое луна это видимая часть матрикса и имеет более светлый цвет почти кстати белый он отличается от основного цвета ногтевого ложа и это фактическая зона перехода еще живых тканей ногтевой пластин вороговевшую поэтому мы когда обрабатываем фрезой или тем же пушером и всегда говорим не давим на ногтевую пластину именно когда мы обрабатываем подкутикульный карман мы всегда стараемся не давить потому что это видимая часть матрикса а мы с анатомии физиология ногтя с вами разобрались я надеюсь вам все было понятно и переходим комбинированному маникюру поэтому если какие-то кстати вопрос у вас остались пишите в комментариях я обязательно на них отвечу а с некоторыми могу ночью даже еще и поспорить первый шаг в комбинированном маникюре это api и так приступаем к пилу у меня пилка торговой марки сталикс очень кстати удобная деревянная основа также приобрести можете и пластиковую и металлическую и файл у меня на 240 грит для натуральных ноготков делаем форму мягкий квадрат пилку ставлю так чтобы убрать острые углы а самое главное правильно делать захват пальчика клиента я свой большой палец держу на ноготке это для того чтобы убрать дискомфорт у клиента при api и а а а а а а а а и на заметку если у вашего клиента короткие ноготки и при api и чтобы не поранить дистальный валик я натягиваю своим пальцем и подставляю уже пилку так чтобы пилочка ходила по моему пальцу а не касалась дистального валика клиента таким образом вы не пораните клиента третий этап это подготовить ногтевую пластину к дальнейшим действиям и для начала приподнимаем под кутикуль на карман пушером или апельсиновой палочкой помните мы говорили про луну и матрикс что это очень нежное место и работать тут нужно предельно осторожно наклон пушера приблизительно 20 25 градусов а апельсиновой палочкой мы работаем боковой стороной третий этап это работа с фрезой на первых двух этапах мы должны уже были определиться какой тип кожи с чем и как нам работает ведь каждый клиент индивидуальный для новичков я советую брать фрезы 2 и 3 миллиметра с тупым концом и в зависимости от типа кожи подбирать обороты на этих ручках кожа влажная склонна гипергитроза поэтому тут я применила детскую присыпку извиняюсь что не показала весь этот процесс так как детская присыпка убирает все излишки влаги и дает плавность работы фрезы а работать я буду алмазной фрезой синяя насечка 2 и 3 миллиметра к мисс обороты приблизительно 15-17 тысяч оборотов всегда начинаю работать на форварде рабочая часть фрезы это носик и щечка старайтесь не задевать пузиком фрезы очень важный этап обработки это не забывать убирать излишки пыли дело в том что вы тогда не видите что вы прочищаете не видите все ли вы убрали либо еще надо доработать а если долго ходить фрезой то можно наделать и пропилов все движения должны быть короткими и без давления на ногтевой пластин группа по 2 миллиметра немного прошлась и вернулась назад таким образом каждое наше движение прочищает все чище и чище подкутикульный карман кстати в синусах я работаю короткими движениями фрезу прижимаю к кожи а в это время большим пальцем натягиваю боковой валик кстати движение фрезы должны быть в латеральных пазухах четкий и быстрый не совершайте в пазухах длинные движения ведь чем длиннее движение тем глубже зарывается фреза также не забываем прорабатывать и боковые пазухи для этого вам будет удобно немного развернуть пальчик лента на бок и отодвинуть боковой валик и фрезой проработать уже кожу так чтоб фреза не касалась ногтевой пластины если же постоянно попадать фрезой по ноготку то это к сожалению приведет к трещинам в точках роста а все дело в том что боковые стенки постоянно истончаются будут при работе с фрезой и далее мы переключаем наш аппарат на реверс и повторяем все то же самое что мы проделывали на форварде а и и но у нас ход идет четвертый этап для среза я использую кусачки а иногда кстати уже стала пользоваться и ножничками у меня профессиональные кусачки от торговой марки сталикс 11 миллиметров и вспоминаем в начале видео где у нас и паники а где у нас кутикула ведь кутикула это роговевшая часть клеток поэтому если вы хорошо подготовили кутикулу ее будет очень хорошо видно как бы разделяется от и паники старайтесь срезать аккуратно и идти мелкими шажками таким образом вы будете видеть что вы срезаете и не повредите кожный покров клиенту и и и и и и и и и а у нас с вами пятый этап и так серым карбидным полировщиком мы будем зашлифовывать срез кутикулы и обрабатывать также боковые валики для меня почему-то удобнее все таки серый зеленый мне показался более грубо и немного еще кстати смягчим наши боковые валики уберем оставшиеся частички кожи а далее мы убираем пыль обезжириваем и если у вас покрытие то подготавливаем ногтевой пластин к дальнейшим действием а А я же нанесла лосьон на торговую марке Эвенейлс. Он, кстати, с витамином В5 и хорошо очень увлажняет кожу. И на заметку, получается очень шикарные фотографии с ним. А в завершение, так как мы ничего не наносим на ногтевую пластину, в конце также я от торговой марки Эвенейлс наношу масло. Девочки, кстати, это масло очень бомбически пахнет. Это напоминает жвачку, бубльгом. Вот невероятно вкусно пахнет. Не очень устали? У меня уже все. Надеюсь, это видео вам было полезно. Пишите комментарии, ставьте лайки. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.